Для юных художников созданы хорошие условия для владения основами изобразительного искусства. В Славянском отделении развития творчества «Жар птица» успешно работает и за студией «Семицветик». В детстве, когда тебя переполняют творческие силы, а фантазия просто не имеет границ, очень хочется передать свои мысли и чувства другим, пользуясь средствами художественного творчества. Не хватает зачастую умения выразить свои замыслы на бумаге, но это дело поправимое. Под руководством опытного педагога вполне возможно овладеть основами мастерства. Из-за студии «Семицветик» Славянского отделения развития творчества «Жар птица» как раз и призвано научить ребят от совсем юных до старшеклассников красиво рисовать. Я все-таки хочу, чтобы дети видели прекрасное, чтобы среди серых будней они все-таки искали солнышко, отражения в лужах, прекрасные цветы, прекрасное настроение, чтобы всегда было. Чтобы, несмотря на все невзгоды, ребенок знал, как себя занять, чтобы на ум не приходило ничего плохого. Чтобы только светлое в душах было, чистое, прекрасное. Учащиеся используют технику акварели, одной из самых сложных в живописи. Нужно следить за количеством воды на бумаге и понимать, насколько густо замешивать краску для каждого мазка. Именно из-за своей прозрачности акварель не прощает ошибок и очень сложна в исправлениях. Еще одна сложность состоит в том, что после высыхания она смотрится уже несколько иначе, часто бледнее. Все эти тонкости осваивают юные художники в изо-студии. Когда я в первый раз пришла в изо-студию, мне сначала начали рассказывать, как рисовать, как смешивать краски. Мне очень нравится ходить в изо-студию «Семицетик», потому что там можно рисовать многие жанры, сказки можно рисовать, природу, космос мы сегодня рисуем. Есть некоторые люди, которые рисуют на конкурсы. Учащимся доступны самые разные темы – от красоты нашей природы до освоения космоса. И кем бы они ни стали, в будущем занятия изобразительным искусством помогут им видеть прекрасное и делиться этим видением с окружающими. Андрей Вишневский, Игорь Иванчуков, программа «События».